Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Свиндл Меланса на ранних этапах Бон Севен ему в этом помог А в итоге Свиндл Меланс вышел на таком Ходу плотнейшем, с таким крутым ГПМом, что тот же Этернал Энви Просто мальчиком для битья На его фоне казался Так что и сейчас У СФ шансы достаточно высоки У меня есть подозрение, что Свиндл Меланс вообще не серьезнее, чем Фата был, как игрок Тоже Саппорт и Свин, я думаю, будет фармить Ну, это удивительно, конечно Что без Виспа Все это сделано было Комплексити, но Имеем, что имеем Клауда забирают себе Рубика Вот так вот, под Гад Стрэндж Вы представляете этого Рубика? Как увеличит все свое в 2 И думай потом, что с ним делать Фата забирает себе Пака на мидлейн Вот так вот Боун Севен, скорее всего, будет играть Тогда на Пугни Мизери будет играть на Рубике Биг Дэдди будет играть на Баунти Хантере И Этернал Энви, это Герокоптер Со стороны команды Комплексити Зизи будет играть на Свене Сфрик будет на Спирит Брейкере Дарк Сир Сложная линия Мун Миндер Свиндл Меланс будет играть на Шаду Финди И Лина, это Флай Хороший ровный пик, что у одной команды Что у второй На самом деле функционала предостаточно У команды Комплексити Контроль от Свена Контроль от Лины Ну и Спирит Брейкер Достаточно Удачное Средство для контроля противника Ну и плюс, конечно же Дарк Сир Держать, в принципе В бездвижном состоянии Команду Клоуд Найн Колы могут А под все это будет Кастовать Свиндл Мелан Свой Реквим оф Сол Поэтому Если Клоуда попадут Раскаст команды Комплексити Там беда ожидает Клоудов 100% Ну и Со стороны команды Клоуд Найн Стан По большому счету Отсутствует Есть только Рубик С телекинезом С нормальным дизейблом Ну и Какая-то степень контроля От Пака Но она Весьма подсредственная Поэтому Конечно уколов контроля Побольше 30 секунд Но у Тейл уже Во вражеском лесу В кустах Старый добрый Баунти Хантер Который Из вражеского леса Вообще уходить не будет Просто Доставать всех И каждого Фата Вместе с Мизери За нижнему руну Будут сражаться Тут с пустотой Вообще А Свиндл Меланс По сути За бесплатно Получит Баунти руну На топлейне Ну и по идее Клоуда Конечно Фаворитами считаются Здесь Но Есть подозрение у меня Что это ошибка Причем ошибка всего мира Фавориты здесь Явно колы Как бы в Команду Клоуда Не верили И по пику Команда Кол мне нравится Больше У них правда Массовый файт Вот большой Очень даже Опасен Если пак Залетит Конечно И Дримкоил И Гирокоптер И те же Нормальные Незербласты От Бон Севена Будут залетать То это все хорошо Но это Сложновато Для реализации Колы просто Как Я не знаю Как Орда Могут налететь И развалить Бон Севен Ловит у нас Стан от Флай Ловит Стан от Зизи И уже Бон Севен Без ХП Уже надо отпиваться Батлой Уже как-то надо Стоять Тупить Здесь Незерстрайк Пошел от Бон Севена И Зизи Стан по Бон Севену И скорее всего Зизи здесь Добили Первого левела Бон Севен Мансит под кустами Незер Бласт И Зизи забирает Ферст Блад Хотя Лина даже забирает У нас ФБ И умирает Умирает Свен Ну и пожалуйста Пугна получает 119 голды А Лина получает 341 Наконец-то Более-менее адекватный Ацент вообще ФБ Бон Севен слился И жалко что слился Зизи Почему Лина Не пошла по тавру У меня вопрос Ну и Мун Мейндер Лоу ФП На его здесь запинали Команда Клауд Найн На Собственные сложные линии Забирает еще один фраг Подходить близко ДСу вообще Здесь нельзя Во-первых Здесь Рубик Во-вторых Здесь Гирокоптер С нормальным Таким раскастом На ранних левелах Поэтому Я думаю Что ошибку совершил Мун Мейндер За это и поплатился 2-1 счет По голде Клауда Впереди по экспириенсу Были впереди Комплексити Но теперь Клауда по идее Выйдет Ну и умирает На нейтралах У нас Ноутейл Ну это классика В принципе И пойти отдаться На нейтралах Свести с ума Того Кто следит за ситуацией Этернал Энви Лоу ХПшный Кто бы здесь мог прилететь Здесь Висп Если бы конечно Был бы в игре Прилетел бы Развалял его Но Пока Этернал Энви В безопасности Ну и наверное Уже где-то хелпа идет В виде курьера Да Боттл уже для Этернал Энви Нормально Боттл на Гирокоптере Странная ситуация В это время Файт у нас На нижней руне Мизери Должны здесь уничтожать Мизери даже Роху не успел пнуть Минус один фраг И еще от команды Комплексити И вышел у нас Монмидер За Этернал Энви Все Энви В принципе теперь Хилится Пополняется По большому счету У Соло Этернал Энви Здесь будут Огромнейшие проблемы Надо как минимум Мизери сюда смещать И еще наверное Даже кого-то Ноутейл пошел На мидлейн В это время Мешать Жить Иосефу И у него это получилось Шадоуфинт у нас Уже с батлой Есть у него Рейсбенд И Свиндл Мэланс Пошел в лес Стакать Успеет Не успеет Не смысла никакого Здесь стоит варты И об этом теперь Знает команда Комплексити Они в любом случае В плюсе по голде 500 с лишним И по экспириенсу 600 тоже Для колов Так Файт на нижнем лине В это время Забирают у нас По-быстрому Дарк Сира Это музыка Ожесточенная Конечно От доты 4-3 счет В принципе Вроде бы В пользу колов Но там Отдавался Ну Тейл Нейтралом Поэтому По сути Счет равный 3-3 Клауда Лучше фармят Графики все время Движутся вниз Этернал Энви Наверное взялся За ум Да 16 на 1 У него Крипстату Фаты 17 на 8 И только потом Идет Свиндл Меланс А потом уже идет Бон Севен Да По фарму По крипам Тут конечно Колы очень сильно Отстают от своих оппонентов Да Тут включили уровень И Показали Кто здесь Кто здесь Биг Дэдди Где кстати он А он уже По лесу идет Заходит в спину Мун Миндеру Здесь фрик есть Почему Этернал Энви Передумал Проседает По хп Бон Севен Его вообще Изгнали В собственный лес Удивительно конечно Отправили Бон Севена На сложную линию И ни саппортинга Нифига вообще Ему не сделали Пугно вынужден По лесам Ходить через Незербласты Собак добивать Ну и получается У него не очень Мана заканчивается И посмотрите Лоу хпшный Бон Севен Абсолютно Лоу хпшный Кто-то если Перетянулся А перетягивается Флай сюда Сейчас если увидит Бон Севена Задует ему в лицо И по идее Не будет никакого Пугна Бон Севен Пошел стакать Самому себе Лина сейчас Будет задувать В него Видит Бон Севена Просто задувку Дай Флай И Бон Севен Отваливается Пожалуйста Элементарный Фраг Фраг От команды Комплексити Еще и крипов Пошел здесь Подобивал У Флай уже Киллинг спри Три на ноль Ну это печаль Конечно Команды Клауд Найн Мунминдер Уходит с лайна Со счетом 0-2 Он-то свой лайн Понятное дело Что Как это было возможно Отстоял 19 Крипов Есть Хотя не намного Меньше Чем у Терна Ленви Но мидлейн Фата Проигрывает Свиндл Мэдденс Поэтому По-моему Колы сейчас Опять пойдут В отрыв У Клауда будут В тоске После этого матча Колы уже В плюсе По золоту И по экспириенсу Почти тысяча Для Комплексити Продолжает расти Преимущество Американского Коллектива Клауда Продолжают Падать На днище У них В общем-то Все для этого Есть Ну Флай Кстати Удачно Абсолютно Выступает На саппортах Я смотрю Вторую уже Игру У Флая Все просто Великолепно На этой линии Такое ощущение Что она в роли Керри Ноутейл Видит у нас Лену подрезал Немножко Лену Сейчас Ноутейл Просто развалится От лагуна Блейда Разгон на него Просветка Есть ли у Спирит Брейкера Нету Сфрика нет Просветки Но По идее По идее По идее Можно и через Лайтстрайкеры И через задувку Лене все сделать Лена отсюда улетает Лоу хпшный Флай И останавливается У нас Фрик Что за тупица Просто остановился Спирит Брейкер у нас Среди Деревьев на Клиффе Красавчик Ну И непонятно Даже куда теперь Бежать Просто гулять Не получится Надо какую-то Цель найти Но ждет Когда Ноутейл Появится И непонятно Что опять же Есть здесь Ноутейл Нет здесь Ноутейл А ну посмотрите Это вижен команды Комплексити Будет он Не будет И стоит себе Спирит Брейкер В панике Просто Не может понять Куда деваться Как ты залез сюда Нашел Когда отменять Charge of Darkness И стоит переживать Все побежал Значит Вылез у нас на свет Ноутейл Нет на крипов Побежал Спирит Брейкер Просто задолбал Остается Фрико Рядом Со своим Секрет Шопом А Ноутейл Вот он Ноутейл не выходил На линию Не было На лайне Спирит Брейкера Ноутейл Судьбу конечно Искушает Здесь Если Флай его Увидит Сразу же Его разорвет Тут даже Динай Тауэр Нет смысла Потому что Это минус Ноутейл Автоматически У Флай уже Шестой левел У Зизи Шестой левел У Зифрика Четвертый Как там Дарксир Поживает На легкой линии Ну Дарксир Не очень стоит На лайне Здесь Этернал Энви Плюс Бон Севен Его накаляют По хорошему Он может перемещаться В собственный лес И через Айн Шел Выфармливается леса Ну элементарно Почему до сих пор Мунминдер у нас Разгуляющая фигура Пока мне непонятно Команда Клауд Найн Во вражеском лесу уже Расположена Мизери Увидит Мунминдера Надо зацепить его Мунминдер убегает Совершенно в другую сторону Под ноги Кулдаун Не попадает по нему Сёр Через 3 секунды 17 Есть заряд от Мэджик Ванде И всё Отъезжает у нас Мунминдер Счет становится 5-4 Колы потеряли Своё преимущество Выигрывали Тысячу по золоту Теперь Практически в ноле По экспириенсу С 1000 до 500 Скотинец Ну и тавер при этом На мидлей не забрали Вообще они спушили Две вышки А команда Клауд Найн Только внизу Спушила один из товаров Разгон пошёл на Мизери Флай уже близко У него есть Лагуна Блэйд По идее Мизери здесь Должен погибнуть Моментально Ой как вовремя Здесь Мизери Поднимает у нас Воздух Спирит Брекера И в итоге Лину потеряли А Рубик Остался жив Был бы Боун Севен Тут запаниковал бы А Мизери Очень здорово Отыграл в данном моменте В принципе Фраг 100% Его 500 голды 580 по экспириенсу Всё это в пользу Команды Клауд Найн И графики по идее Должны поползти Уже в сторону Этого коллектива Ну Если так нестабильно Будут американцы играть То разумеется Клауда их додавят По уровню Игроков По личному мастерству Конечно же Клауда Выше Да и опыта Гораздо больше Зизи Зизи Видит Боун Севена Здесь Мун Миндер Впритык к нему Зачем было ставить Вол оф реплика Непонятно Ну На всякий случай Всё-таки Поставил Вол оф реплика Вдруг уйдёт Хотя Странновато Ну Я думаю Больше психанул Чем Адекватное решение Здесь принял Оффлейнер Команды Комплексити Зифрик 1-0 Ноутейл В прошлом матче Тут уже 1-6 Шёл Или 1-3 Где-то так А здесь 1-0 Нормально Крипов вообще Не фармит 7 штук Только Это Наверное Пробегая мимо Где-то Пнул Зифрик Вот Но хотя бы Не умирает И это Конечно Плюс 11 минут 11 минут Сыграно Давайте Смотреть По Шматью У кого Что Хедресс Появляется Для Боунс Севена Точнее Не Хедресс А Рецепт И нет Денег На Рингов Риген У Рубика От Мизери Есть Уже Транквил Бутс Север Есть На Рубика Выехали Ну и Не успевает Ничего Сделать Мизери Его По идее Здесь Не Отпускают Под ноги Еще Лайт Стрек Ред Флая Развалили Мизери 7-5 Становится Счет В это время Спирит Брейкер А Это Здесь Спирит Брейкер Да Спирит Брейкер Где-то Пинают На Другом Лайне Нет Здесь Пенал Тауэр Баунти Хантер Ничего Кроме Вином И Бутс Спит Ой Пришел Этернал Эмми Как Удачно Прям Под Зизи Развультившегося Пара Ударов Этернал Эмми Должна Отнижать Но И Зизи Лоу ХП 50 ХП У него Прячется В лес И Этернал Эмми В итоге Его Сливает Это Килинг Спри Уже От Майн Керри Команды Клауд Найн Флай Ждет В кого Была Гун Удать Конечно Же Этернал Эмми У него В приоритете Ну и Под Сайлом Под Сайлом Флай У нас Разваливается Команда Комплексити Теряет Трех Важных Героев И Дальше Еще Засвиндел Мэланс Пошла Погоня Все Это Под Треком Ну и Дальше Под Тауэр Не Рискнули Минус Три От Команды Глауд Найн Тут Тысячи Полторы Наверное По Галде Заработали И По Экспириенсу Тоже Под Две Все Это Для Клоудов Хотя Проигрывали Две С Лишним Ну я Думаю Хотя Бы До Тысячи Здесь График Опуститься Должен На Мунминдера Выехал Звездный Десант От команды Клауд Найн Мунминдер Просто Провязал Стики И оказался Фулловым Почему-то Дарксир Там Видимо 17 Зарядов Было Клаудов Под треками Могут Преимущество Комплексити В ноль Вообще Превратить А могут И заработать Очень много Я думаю Вы прекрасно Знаете Что такое Баунти Хантер С его треками И что такое Киллы Под треками И чем дальше Тем дороже Этернал Энви У нас сейчас Встретится С Флаем И с Зизи Зизи уже Должен станет Флаем Ой Этернал Энви Точнее Ну и зачем Давать возможность Эму кулдаун Провязать Было непонятно С другой стороны Команды Комплексити Что за психи Здесь случились Так понимаю Как я понимаю Это Рубик Да рисует Вот такое Видимо Мизери на Этернал Энви Там Злится Комплексити Опять выходят Вперед По золоту Ну и По экспириенсу В общем-то Где-то на нулях Графики находятся Нотейл Ноль один Кстати На удивление Сейвова Играет Биг Дэдди Зифрика Видят Сейчас будут Пытаться его разобрать Поднимают Зифрика Трек по нему Отправили его Отдыхать И очень быстрая Реализация Скиллов От команды Клауд Найт Бон 7 И Незер Бласт Под ноги Естественно Лайф Дрейн От Пугны И все это Под Декрепифаем От Пугны Все время Забываю Как называется Этот скил Декрепифай От Пугны По олдскульному Астрал Астрал Понятно что Никакой не астрал Это просто Это просто Такая вот штука Этернал Энви Уже У нас На втором месте По крипстату У Этернал Энви Более-менее Дела Идут Неплохо По сравнению С прошлым матчем Где он Вообще В пятерке Шестерке Еле-еле Всплывал Теперь у Этернал Энви С четыреста Общий Мэтфорс Он проигрывает СФ Но это не обидно СФ Все проигрывают Но обгоняет Фату Обгоняет Мун Миндера Обгоняет Зизи Что наиболее приятно Для мейнкери Команды Клоуд Найм Давайте по артефактам Пробежимся Пугна Баклер Есть у него До хедрески Так не Дорос у нас Почему-то бы он Севен Ну и 650 на руках В принципе Мекку Наверное Будет собирать Было бы полезно Рубик Солд ринки Есть Ранквилл Буцы У Мизери Тоже есть Мэджик Вонт И всякие Штукенции Помогать Себе И помогать Тиммейтам Баунти Хантер С Аркан Буцами Также у Биг Дэди Есть Орпу в Веном 100 копеек на руках Больше в общем-то ничего У Пака есть Даггер Фата после Даггера Еще и Перед Даггером Точнее ПТ Шканул Талисман И Боттл И Мэджик Вонт для Фата Ну и Герокоптер От Этернал Энви Хелмов Доминатор Рингов Аквила ПТ Ну и полтора куска На руках Герокоптеру тут БКБшка Я думаю Маст Хэд Скорее всего Так что Будем смотреть Ну или Сэн Джин Яша Вот Этернал Энви Тоже в принципе Неплохо укомплектоваться Наверное все-таки Лучше БКБ Чтобы не контролировал Тебя Свен Вот эта вещь Очень неприятная Свен конечно же Не этим славится Но элементарный Этот молоток В голову Этернал Энви И он весь файт Просто наблюдает Как раздувшийся Красный тип Тебя месит Топором в лицо У Этернал Энви Уже есть Мэск оф Мэднес Есть у него Пауэр Трэдс Свен Программу Минимум Выполнил 650 На руках Теперь пора Собираться В Блэк Кинг Бар Зифрик Ничего интересного Как Ноутейл Практически Дарксир Сол Ринг Мэджик Вонт Аркан Буцци И Клоак Есть для Мунминдера Тоже Чего-то такого Сакрального Не появляется А вот Дарксир Все Дарксир уже Глимер Кейп Себе приобретает Понятно Все Ну и Лина От Флая Уже Появляется Став оф Визер Скорее всего Будет Юл Для Лины Дальше Будет выходить Ваганим Ну и СФ После Мекки Огр Клаба 2000 на руках У Свиндол Мэлдса Но он на первом месте По Крипстату По Нетворцу Поэтому Неудивительно По артефактам Он тоже Под преуспел Да и не умирал Парень 1-0 Счет у него Побежала Команда Клауд Найн За Боун Севеном Стан в него По идее Не должны его выпускать И Боун Севена Разорвало На куски Так постепенно Конечно Берст Дэмэдж По кусочку Тут вливался в него Но Боун Севен В итоге Из стана Так и не вышел Минус 1 Фрак для Команды Комплексити Счет становится 9-9 И открываем графики Колы выигрывают 1000 А по экспириенсу Колы полторы Впереди Команда Комплексити Подпушивает уже Под Т2 На топлейне Зифрик Мизери Вот такое вот Противостояние Будет ли Мизери Цеплять Зифрика Если будет То тут и другие ребята Подпрыгнут поближе По идее Тауэр должна забирать Сурикен Такая неприятность Кстати у этого Баунти Хантера Но вот Дрим Койл Сразу по четверым И колдаун Тут даже Вот это комбинация Клоудо А вот теперь Обратная комбинация Стяжка всех под стену Минус 3 уже От команды Клауд Найн Начинает напиливать Лина Трипл Килл Ультра Килл От Боун Севена Это просто Жестяк вообще Минус 5 Делает команда Клауд Найн На ровном месте 4000 голды 4400 экспы У нас есть варианты Даже вот так Сделать Давайте так и сделаем Подходит команда Комплексити К Таверу Решила продамажить Все вроде нормально Стоим Бьем Тавер Тавер забираем Ну и Этот Сурикен Уже в нем Здесь баланс Ну и пак На прыге Фата прыгает Дает Сайвенс По всем Дрим Койл По всем И здесь Кулдаун просто чоклит И теперь смотрим Что происходит От пуг Боун Севен Просто бегает рядом Тавер напиливает И это какая-то Жестянка абсолютная Минус 4 Тут Один вар Чего стоил От Боун Севена 5 в 0 На ровном месте Ну и Возвращаемся К основному времени Этого матча По голде Просто Обвал Вообще Всех Графиков Колы выигрывали Тысячу Теперь Четыре тысячи Проигрывают По экспириенсу Они выигрывали Полторы Теперь Четыре тысячи Проигрывают Тут просто Свалились Колы Я не знаю Упали На спину И не могут Подняться Теперь надо Что-то выдумывать Теперь надо Уже Комбетчить Команда Клоуднайн Поняла Как им файтиться Наконец-то Они поняли Зачем Эта комба Вообще Была нужна И Как там Пугна Заходит Ну и Поймали Еще и Зизи Назад Вот на Зерглас Трим Койл Еще раз По Зизи Плохо Пошли На него Полдаун Сейчас Сыпется Раз Второй раз Не досыпется А Фата Наверное Зизи Не отпустит Все это Под треками Ну и Это просто Развал Конечно Полнейший Ноутейл Не умирает И раздает Треки Один за другим Сколько Здесь их Было В этом файте Один В том файте По-моему Два или Три трека Успел дать Ноутейл Денег Сыпется В 7 Миллион Отсюда И такие Сумасшедшие Проблемы С графиками Для колов Этерналэн Выфармливает Своё У него есть БКБ У него 2500 на руках Наконец-то Этерналэн Вспомнил Вообще Чем он занимается И какую роль Он играет В команде Клауднай У него 11300 По Нетворцу Он опережает СФ На 1000 с лишним Дальше идет Фата Дальше идет Бон Севен И только Потом Мун Миндер И уже Совсем Далеко На 6 месте Зизи Это так Как Этерналэн Выглядел В прошлой игре Теперь Команда Клауднай Здесь Комплексити А Комплексити Наоборот Клауднайн Прошлого матча БКБ У Зизи Нет И это Для него Очень даже Плачевно Потому что Пак От Фаты Он тут Просто Залетает Великолепно Вообще Под любые Сборки Вместе Команда Комплексити Ну и Отправляются Во вражеский лес И какие команды Комплексити Мизери здесь Видят А ему Нечем Себя Вытолкнуть У него Есть Конечно Даггер Но Даггером Здесь Не Спасешься Ну и Вакуум От Рубика Украл Что-то Там Стягивал По-моему Не успел Даже Его Толком И Произать Рубика Ну-ка Посмотрим Нет Не успел Силикен С Бел Стил И Даггер Так и не был Произан Фата Ждет Момент Обрыва У него Есть Дримкоил Фата Пустил Туда Уже Зориор Прыгает Фата Прячется У нас Шейп Шифт Фату Ловят И Фату Будут Разваливать Это Минус Три От команды Кола Они стоят Под Дримкоилом Но Никто В принципе Не переживает По этому Поводу И Рошана Тоже Комплексити Будут Забирать Они нормально Оторвали От Клауд Найн Чем более Рох Упадет Для них По итогу Файта 2200 По золоту 2900 По экспириенсу За два Последних Фрага Забрали Мидера И забрали Мейнкерри По сути Два самых Дорогих Героя Команды Комплексити Ой Команды Клауд Найн Фатан Второй В Клаудах И первый Этерналэнд Забрали Всех Ну и По артефактам Тут должны Уже в порядке Себя чувствовать Игроки Колов Есть БКБ 10 секунд У Свиндлмэлн С 2000 Сверху У Лины Стап Уфизеры Имеется В принципе Флай у копейки Здесь остались До Появления Юла Дарксир После Глимеркейпов Приобретает себе Вангвард Вот такой вот Монминдор Я уже Этот Артефакт На Дарксире Тысячу лет Наверное не видел Спиритбрейкер Приобретает себе Урдов Шадоуз Так что У Зифрика ПТшка Маджик Вунд Ну такой по мелочи Ну и Свен По идее С БКБ Уже должен быть Да у Зизи Есть Митрилхаммер И у Зизи Нету Зизи Нету БКБ Мне показалось Что БКБ Уже Готов Для Свена Нет Только есть Митрилхаммер Оггарклаб Осталось Накопить на рецепт Есть Есть все варианты В принципе Взять и Дойти до Хэйграунда Там уже Пусть сами думают Клауда Как эту игру Вывозить Ну а у Зизи До БКБ Я думаю Файтов не будет В принципе Поэтому Тут ничего страшного Не случится С командой Комплексити Просто надо Свену Идти И Выфармливать Главный В принципе Мейн артефакт После Мома На Этернал Энвер Решили все-таки Выйти в комплексити Ну ладно Посмотрим Как ты смотришься Этернал Энвера Забрали Вот они Дополнительные денежки Капали Забрал его Сф Заработал на нем 350 голды Свиндл Мэннс Просто умница Вообще В двух последних играх На Сф Отыгрывает Просто великолепно Ну и на Мизери Выбрались Дарк Сир В принципе Мизери не отпускает У меня все время Этот Вол оф реплика Вызывает вопросы От Моминдера Он его ставит Ну непонятно Куда и зачем Он на таких Рахитов ставит Эту Вол оф реплика Которые просто руками Вообще не бьют Ну рубик Сколько дамаги 70 дембдж Ну чем бы он тебе помог Скажи пожалуйста Просто может Какой-то поспорил С кем-то Спорим Я в любом ганке Буду использовать Вол оф реплика Ну и забирают Еще один тавер Игроки команды Кол И по-моему Графики перевернулись Ноутейл Спину на Зизи Ну и подойди Ближе Ноутейл Появляется Кримзон Гвард Уже У Дарк Сира Глиммер Кейп Кримзон Гвард Тут все Для команды Ну и Фата Готов выйти на Зизи И близко Команда Кол Успеют лезть Зизи увидели И Зизи Начинают бить Зизи Пинает Ноутейла Поднимает у нас Свена Свен дальше за Ноутейлом Еще один удар Ноутейл рассыпется Ноутейл Мансит между кустами В Глиммер Кейп Отправляют Зизи Ноутейл Отъезжает Минус 2 Уд команды Кол Вот он удачный Врыв конечно От Клоудов Ганг на 5 с плюсом 840 голды для Кол 1500 По экспириенсу Тоже для комплексити И начинает сыпаться Третья сторона Здесь есть Мека Здесь есть Кримзон Гвард Здесь есть Глиммер Кейп Который сейчас задницу Свена спас По большому счету У Свена уже есть Блэк Кинг Бар У Лины есть Юлл и Лагуна Блэйд Второго левела Ну и Все в принципе Необходимое Для команды Улл имеется в наличии Единственное что Варкрая еще прокачать На один Чтоб все были сильные И быстрые Ну и падает Последний внешний Тауэр команды Клоуднайн Вроде как Зажгли Один файт удачно А стабильности Здесь не хватило Во всех мулах Дальше как-то все Думали на характере Клоуда Этот непонятный врыв Хрен знает где В соло Думали Свена разобрать Не получилось Ну и команда Комплексити Очень даже К счастью Находилась рядом Сфрик Ловит у нас Этернал Энли И будет в соло Его просто разбирать Ну и пошел Баш И еще Баш Этернал Энли Кулдаун себе Под ноги Свилден Меланс Начинает наваливать По спине Гирокоптеру И Мунминдер Отдает у нас Айн Шелл Рубику Ну и все Драка закончилась Без фрагов Потрепали Немножко нервишки Кулдаун потрачен Был от Гирокоптера Незерстрайк Конечно же Вот спирит брейкера В принципе Без травм Остались оба коллектива Колы выигрывают Тысячу по золоту И по экспе Колы пятерку И по голде Вот после обновления Графиков 2500 комплексити Круто Американцы конечно Клоудов должны Нарвать здесь Я думаю Ну и есть У Зизи БКБ И после БКБ 1200 появляется По идее он и в соло Может подраться с кем угодно Стану пошел по БКБ У Зизи БКБ будет ли проюзан Нет не проюзает БКБ А зря Кстан Подняли В Еул Ну и Дримкоил по Зизи Ему в принципе Теперь-то плевать на Дримкоил Разгон по БКБ У БКБ В Лиммеркейпе Когда-то же это закончится Это время фармится Вард БКБ Ловят Он уходит в Дикрипифай И на этом В принципе БКБ Бон Севен закончился Доминейтинг стрик для Зизи 516 голды А нет 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 Доминейтинг стрик был у Бон Севена 516 голды заработал на ровном месте В принципе Зизи Фата дальше по кустам Свиндлмэнс пошел его ловить Но здесь есть ТП Поэтому БК отсюда уходит 17-17 Становится счет 1500 экспириенс 760 золота Колы где-то до 4000 Должны выйти вперед От всех Зайан шелил Рубик Мизери такую игрушку украл У Мизери уже есть даггер Это полезно для команды Cloud9 Ну и пора вообще вещи смотреть Полчаса играем Никаких модных приговоров не было Солбустер у Пугны Не сильно помог конечно Но был Глимеркейп тоже у нас есть У Бон Севена Мизери мы видели Баунти Хантер Глимеркейп Еще один Аркан Буксы С медальоном У Пака После Юла Даггера появляется Ultimate Orb Фата выходит в Хиксу Это 100% Гирокоптер От Eternal Envy Демонедж себе Приобретает И больше пока ничего МКБ Или Рапира Рапира или МКБ Может есть смысл уже подумать Хотя какой там смысл О Рапире думать Но надо ждать Eternal Envy На самом деле Может и правда Рапира была бы здесь Более-менее осмысленной Покупкой На самом деле Потому что Кто знает Куда затащит Игра Команду Cloud9 Клауда-американцы Клауда-интернациональный состав Там европейцы Плюс Америка Плюс по-моему Канада Еще есть Envy Если не ошибаюсь Канадец Супер-интернациональный состав Со всего мира Кроме Китая А комплексити Это американская команда Колы 4000 по золоту И 7000 по экспириенсу Под 7 И уже Географически Начинают душить Клаудов Выходить Фармить По сути Eternal Envy Возможности не имеет Непонятно куда Эти МКБ есть У Eternal Envy В принципе Пока что дамаги Будет хватать А там А там посмотрим Разгон пошел у нас От Зифрика Его поднимают Телекенез Фрика будут ловить У него кстати Шадо Амулет Лучше БКБ наверное Зифрик не подумал Собрать Флай будут ловить Флай В Глимер Кейпе Валит отсюда Под треком Конечно далеко не уйдешь Фата Улетел совсем В другую сторону В это время Видняга Свен Бегает за всеми За кем только можно Eternal Envy В собственном колдауне Из Фрик Через Незер Страйк Еще и пнул в спину Стяжка под стенку Eternal Envy Сам себя сейчас сожрет Бон Севен Лоу ХП За ним бежит Мун Миндер Бон Севен по идее Отъезжает тоже в таверну И это доминейтинг Для Мун Миндера Минус 2 от команды Колл Хотя все они на соплях Свиндл Мэванс Начинает наваливать По Мизери Мизери под Урну в Шадоус По идее сгорит Ноутейл в таверну 4 в 1 Заканчивается этот файт И посмотрите На ХП Зифрика На ХП Мун Миндера Здесь 200 у Дарксира У Зифрика Дальше еще побежал За Фатой Теперь Зифрик Подайн Шелом Не очень конечно Комфортно Здесь Фата пытается улететь И Фата по идее Отсюда должен уходить И Фата еще хочет подраться 4 в 1 за место 1800 по голде Коллы 5200 по экспириенсу Тоже комплексити Ну и не отпускает Здесь Дарксира Воннинрифт есть По идее Дарксир Должен умирать Нет не умирает Ну и Сир в итоге Просто ушел в Глимеркейп И побежал 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 Ладно Придется теперь Идти пешком Это все разочарование Мун Миндера По большому счету И посерьезнее Мог бы отделаться Он еще кстати При таком количестве ХП Юзает у нас Сул Ринг Еще Айн Шелдал Напоследок Ну классно Конечно Мун Миндер На спакухе Отыгрывает Десятка коллы По экспириенсу И 7500 по голде Забирают еще И Рошана Все это для СФ У СФ Появляется Айов Скади Плюс Айджис Тоже достается Свиндл Мелансу Как там Зизи поживает А у него В принципе До Керасы Тут 2000 всего лишь Осталось На 30 минуте Для Свена Это не проблема Хиперстон Уже есть Файт В любом случае Если будет бить Команды комплексити В их пользу Просто теперь Беги Что думать еще 450 на руках Ну не знаю Будут ли ждать Керасы игроки Команды коллы Или пойдут Все таки Атаковать Этернал Энви На втором месте У нас по Крипстату Отстает только От Свиндл Меланса И то отстает немного Но по По Нетворсу Тут 4000 разницы Потому что Свиндл Мэн 4 фрага А у Гирокоптера 6 фрагов Но 4 смерти При этом Этернал Энви Немножко здесь Подфидел За это и Получает Ну и развалили Фату еще раз Пак вроде Скейповый герой А если толпой Наваливаются Тем более Наваливаются Достаточно рукастые Ребята Команда комплексити То конечно Вывозить не получается Даже у пака И ничего тут Не попишешь 22-18 8000 золота Комплексити 14500 Экспириенс Тоже для них 34-ая минута Ну и по идее Колы должны идти И заканчивать эту игру И отпускать Нас уже смотреть Наверное Против команды IG Посмотрим Посмотрим Ульта пошла От Свена Точнее пошла И пришла Закончилась Ульта от Свена Только-только Это был Варкрай Это вот Вот что Имел ввиду Свен Когда какую-то Активность Проявил Этот Варкрай Конечно Такой Эпичнейший Молния Бьющая Сверху В Свена А по сути Это обычный Варкрай На 25 Маны Хотя О чем мы Говорим Мелту Темплар Ассасин Тоже На 50 Маны И ничего И эффект Иммортала Имеет Или Антимаг С башами Абсолютно Бесплатными И эффект Когда баш Проходит От антимага Тоже Имеется Ну уже Колы ждут Прямо у них Ладошки Чешт Зайти на Хайграунд Команды Клауд Найн Тут в принципе Все необходимое Для этого У них есть Свиндлмэлонс Аэгой Поэтому на себя Немножко Байтит Байтит Чтобы Вытащить Вниз А дальше Уже Зизи Будет Наваливать Ну и Дарксир Еще и Слоту Сорба Ну все В команду Мунминдер Есть Лотус Сорб Есть Кринз зайдут на одну или на другую сторону и все здесь eternal envy поэтому врывать врываться должна команда пол они это понимают прекрасный тернал или пока еще на подходе ну и зизи поздновато немножко зашел потоки все перетягиваются на центральную линию свиндоу мэланс под лайф дрейнам пошел врыв у нас от spirit breaker разворачивается сприк теперь eternal envy можно вернуть назад eternal envy вовремя уходит в глимер кейп потеряли сэфа это просто потеряное эго где darksir я жду стяжки где это все мундминдер лиммер кейпе хоть в чем угодно заходи мундминдер не заходит у нас на хп пошла стяжка от мундминдера до стены никого не дотянул офигеть просто это худшая стена вообще за всю историю этого матча вот были тупые стенки конечно но настолько вот здесь была стенка когда в соло разбирали рпугну потом вот здесь была стенка когда в соло убивали рубика а здесь на толпу вышли и стена просто чудовищно я думаю там игроки команды комплексити просто угорают ой жесть какая хватит даже скучно собственными иллюзиями драться он позволяет им пофармить немножко фата просто протроллил по моему здесь мундминдера бывает бывает у меня в контакте стенка получше немножко по моему ну что врыв пошел от команды cloud nine свена разобрали тем не менее поняли что тут ребята вообще не очень раз такие стены ставят нам можно их бить на зефрика трек есть от ноутейла по идее фата его не должен отпускать ну и не отпускает не должен и не отпускать минус 2 делать команды луна и нормально тут отыграла в это время с виду мэранс подкушивал медлай хотя так подкушивал что 300 голды всего лишь у барака не стала ну и игра немножечко сторону клаудов повернулась но естественно я думаю вы понимаете это не камбэк еще причем совершенно не камбэк ждем от гирокоптера каких-то новостей у гирокоптера есть тегл сонки из талисманов вы жену eternal envy чуть-чуть денег остается ему до появления баттерфляя это уже другие новости совершенно для клоудов по трекам если гирокоптер вот там двумя тремя треками сделать какой-нибудь трипл килл то гирокоптер у нас будет с сатаником после этого после этой бабочки думаю сразу же дороговато будут стоить сейчас фраги команды комплексити они выигрывают десятку по золоту не выигрывают по экспириенсу 15000 поэтому фраги каждый из них будет стоить дорого плюс трек не стоит забывать не зря же ноутейла вообще в игру пустили зефрик по ноутейлу тут пробежался ну и ноутейл сделал вид что ничего не произошло увидел зефрик у нас ноутейла как раз под вард его подносит нет просветки а хотя есть вард еще один все ноутейл тут просто везунчик стопроцентный как зефрик умудрился ткнуть в арту меня вопросы забирает гемы это просто подарок вообще судьбы для команды комплексити подарок судьбы это то что в составе клоудов до сих пор катает ноутейл восемь с половиной тысяч колы по голоде были 15 по экспириенсу теперь ждем обновления есть теперь у них гем теперь можно и девардить нормально ходить у сф это идеалус уже готов есть бкб-шка есть а в скаре но и разультир со зизи прыжок в самый центр надо сделать звези он просто бьет бараки зефрой в зал бкб и уходит отсюда странно для других вещей видел бкб тут dark сиру просто надо на даггер ему этот мир кейпл от усор просто до одного места на самом деле потому что стенки darksir нормальные пока давать не может в этом матче хотя идет 41 минута уже пора заканчивать давно они учиться давать стиль зефрик останавливается на мидлейн и терна лэнви у него есть после мкб бетерфлями 800 голды на руках где треки от ноутейла жду ноутейл очень озадачен был последним мувом от зефрика ну и гуляют уже по хайграунду команды комплексе тигдоки клаудной будут нападать прямо с хг с такой позиции можно и развалить зизи вот это зашел на хайграун это просто хвост 2014 года образца на вивере поднялся поворот не туда свиндл мэнс разультился фату не зацепила фата дальше готов файтится ну и кулдаун провязали там на зизи но байбек по моему должен быть нет-нет байбек аузи зизи эмон миндер лох и пешный валить все команда клауд найн поняла что если такие нелепые мувы от полов буду то ими надо пользоваться заработал здесь денег атерна лэнви в очередной раз у него 1400 по золоту и график и конечно далеко от нормальных для клоудов но с другой стороны время идет графики сейчас остановились график не растут с каждой минутой ценность каждого вот это вот одного золотого будет падать то есть если на 70 минуте вы проигрываете там 25000 что это вообще ничего не знаю чтобы не переживать матч мы не пропускаем навещу не начинали ази фрика шадоу блэй шадоу блэйд есть ему уронов шадоус тоже есть об сервер ну всего предостаточно в принципе зефрика пт-шка для спирит брейкера тоже имеется но маловато конечно по фарму у него а он последний последний вообще по нетворсу герой и не стыдно а в это время курьер развалился я даже знаю чьих рук это дело да ноутейл да дима умирает баунти курьер команды комплексити в нем по моему ничего особенного не лежала но факт есть факт курьера больше нет и если что-то покупать то ждать придется или бежать на базу самостоятельно у зизе есть а саутки раз у него есть бкб по идее драться зизе может но единственный трабл что его кайтят если бы там была нормальная стенка и стяжка от монмитра то вопросов вообще никаких зизе просто стоял бы и бил но у зизе вариантов таких нет во первых стенки просто сумасбродные получается во вторых не всегда стяжки нормально а вот здесь стяжка так вот стянул так стену он миндер очень даже странно все получается зизе прыгает у нас найтер на лэнве поднимает его ветра и уходит в глимер кейв точнее уводит его в глимер кейв баунти хантер гирокоптера 2 800 на руках eternal envy наверное будет сейчас комплектоваться хотя бы в какую-то какие-то health point и надо подумать о приобретении сатаника гирокоптеру потому что сейчас 1600 иметь против свена согласитесь с траблой полнейших после кирасу свена по идее должны появляться криты чтобы зацепить краешком меча кого-нибудь и все развалились 3 шадо в лейде бон сэвен глимер кейпу ходит фрик ждет чтобы ворваться бон сэвена я почти уверен бон сэвен тп-аут и не дают сделать тп-аут бон сэвен у него есть агоним по идее слика можно драться если станы не будут проходить а вот еще один стан ну и теперь конечно не насосать сэвену никоим образом а хотелось да свен 1400 по голде сразу же получает 450 за 1 бон сэвена капнула и по идее команда колл должна одну из линий раздавить крипы идут крипов конечно мало но здесь здесь их защищать готов ну и сразу на свою базу к клауд найна не понимают что эти ребята пойдут пушить и пушить я говорю пушить свиндл мэланс свиндл мэланса демонейдж уже есть 2 800 на руках по идее ну вот сколько здесь осталось полтора крипа осталось сфу чтобы мкб приобрести себя 3000 на руках уже есть мкб есть поэтому вот гирокоптер становится слегка немножко полностью чуть-чуть бесполезно если вдруг его контролить начнут прикрывается в шейп шифт от фат и толком ничего не случилось лайт страйкер и от рубика попадает по флайу сразу мизери конечно круто тень а не игрок с этим никак не поспоришь сыр есть у мизери а у кого-то маяга а яга у гирокоптера тернал энвис руки сейчас 310 бьет в принципе этого достаточно чтобы убить команду комплексити но для этого для этого для этого для конечно не должны быть eternal envy в принципе ну и раскастоваться стоит команде cloud nine хотя бы nether blast под ноги и фейт болту от рубика ну и все-все от пака короче к 6 топора все-все-все надо тогда уже eternal envy будет расстреливать мкб появляется у эсэфа и в общем-то комплектация уже очень крутая у свиндл мэланса он по нетворсу 1 27 200 дальше eternal envy 23 300 33 фата 1860 есть хекс есть аганим есть и ул по сути всего предостаточно у фаты не знаю что здесь еще хотеть разве что линкенсферу какую-то фате заиметь ну и зизи на свинь уже на четвертом месте у зизи недостаток по фарму прошлой игре такого не было зизи великолепно себя чувствовал но там был висп который саппортил его и позволял убивать там где хотел зизи и тогда когда хотел здесь мы по графикам десятка для колов то о чем я вам говорил дорогие друзья 48 минута 10000 это совсем не 10000 на тридцать четвертой минуте и на пятидесятой минуте еще меньше будет означать это десятка eternal envy под разгоном от зефрика побежал через все леса поляна eternal envy не успевает бкб включить какая досада случилась black king bar не включился у eternal envy таким вот образом eternal envy не будет у нас в игре еще еще 73 секунды а это минус одна сторона сто процентов без eternal envy который собирался 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 до него собирался команда комплексити закончит этот матч мне кажется но это было бы правило представляете на моральный подъем просто встали и месяц кто будет убивать пугна будет убивать или пак будет убивать если есть в команде гирокоптер который фарм весь собирал смотрим свиндом она вообще просто идет и валит пока что без проблем и без страха под рим кодом так под рим кодом разрывает связь на всякий случай ну и сыпется сторона пока что минус один от команды cloud nine потеряли зизи игроки полов и свиндом она продолжает жить life train очень жестко он севана конечно сторона продолжает трещать свиндом она составили на секундочку он просто стоит здесь и месте фрик у нас пи 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 фай и стан пошел в мизере где в это время bone 7 bone 7 отходит подальше сторону потеряли их такие команды комплексити байбэк от свена продай вот эту хренатенью и прилечи прилети себя спокойно нет свен байбэкнулся и бежит пешком странное явление очень даже ну окей 3 секунды до появления гирокоптера может на развороте может на отходе колы будут встречать команду cloud nine тоже такой вариант возможен то что гирокоптер если вылез у нас из тавернистов собрался драться вот терна лэнви сатаником терна лэнви но его разбирают свиндоумен соло на терна лэнви и терна лэнви какой там нахрен сатаник вообще два крита от сфа никакого терна лэнви здесь не заметила команда комплекте ну и пожалуйста что говорилось в начале этой трансляции колы очень необычные не предсказуем даже при этих всех чокнутых стенках реплика от darksir а комплексити умудрились катку данную вытащить ну молодцы по фарму за двадцатку где-то должны перевалить по золоту по экспириенсу ну и свен свенца свен керри давным-давно забытый парень убивал немного но подходить к нему было страшно всем вообще посмотрите очень ровно идет вся команда комплексити и видно что тимплей крутой и вообще это тима как тима 7 у сфа если бы один фраг состилил spirit breaker у всех было бы по 6 то есть без каких-то серьезно вырывающихся ребят там 12 0 которые идут а остальная тима 0 8 0 9 круто 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 ну хорошо в принципе по данному вопросу мы вот